Мы на месте. Мы приветствуем Константина. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свой биополе на период сеанса. Доверит, да. Посмотри визуально, что мешает сканированию. Да, во-первых, он нервный, он стоит, ногой как дергает, и в нем какие-то красные ленты на ладонях, и внутри, по позвоночнику, и в складку впереди все это. Это или бес, или демон. Сканер разрежьте ленты, отправив в клетку-тюрьму. Включаем внутреннее белосвет Константину. Этим светом выдалит из себя эти красные энергии вокруг себя, собирает эти энергии в шар, и шар формируется перед ним. Да, есть шар. Отправляя в клетку-тюрьму. Даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Константина под ногами 360 градусов вокруг неба. Сканер сканирует все 7 тонких тел Константина, находит все. От лент и этих энергий в шаре выстраиваются каналы к ответственным притягиваю в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Здесь бес. Бес. Хорошо. Еще кто? Все. Какой у нас бес? Девять. Хорошо, бес. Рассказывай свою печальную историю. Как ты оказался здесь? Как долго ты находишься? И по какой причине пришел? Он живет в помещении, куда приходил. Входит он, Константин, и он показывает у него в руках клубок. И этот клубок как из лент состоит. И вот он бросает этот клубок в него, катит к нему. А сколько герц в твоем клубке? 14 герц. Значит, у Константина было менее 14 герц, когда ты в него бросил этот клубок. Что это за место такое? Он не бросил, он катнул его. Хорошо, пусть будет катнул. Меняется от этого большой смысл. По-любому эти ленты оказались в его биополе. Если бы у него была вибрация выше 14 герц, твой шар клубок никогда бы не вошел в его биополе. Значит, у него было меньше. Он показывает, что он если бы бросил, это бы было нападение. А он не уж накатнул. Он защищает девушку, которая живет в этом доме. Давай перейдем к этой теме. Даже не девушку, а территорию. Территорию. Ты живешь на территории этого дома, в который он приходит. И он тебе не нравится особо, да? Ты не хочешь его там иметь? Ну, он не то, что не нравится. У него нет лично к нему претензий. Но поиграть с кем-то новым... Это всегда пожалуйста. Да. Понятно. Скажи мне о твоих взаимоотношениях с этой девушкой. У тебя контракт с ней, у тебя есть какие-то договоренности? Ну, он показывает, что нет, нет, что ты. И один день она пришла совсем чистая, противная. Я ее почистил, да. Энергия. Приходилось прятаться в портале. Но сейчас все нормально. А что все нормально? Она понизила свои вибрации, она что-то деструктивное делала, потому что чистоту можно изнутри... Он не знает. Не знает. Хорошо. Чем пожимает ему все равно. Территория опять стала такой же, и все вернулись. Понятно. Хорошо. Он показал просто. Ушли многие, в том числе космические, например, арахноид. Все как отвернулись. Не ушли, а спрятались. Он имеет в виду сейчас эту девушку, да? Он имеет в виду помещение, где она живет. Ну, хорошо. К нам она нервничает. Потому что для них это тоже помещение, где они живут. Ну, это мне понятно. Только кто-то живет легально, а кто-то нелегально живет на этой территории. Но это второй вопрос. У нас не по территории сегодня наша встреча, а именно по интерференции, по твоим подключикам. Хорошо. Мы живем на тонком мире, а она на физическом. Ну, мы же с тобой сейчас на каком плане общаемся? На физическом или на тонком плане? На тонком. Ну, так о чем тогда речь? Хорошо. На том, что вы понимаете, а она нет. Не все понимают, о чем идет речь. Поэтому для вас это законная цель. Если человек интересовался... Вот это и говорит, зачем тогда нести этот противный свет, если не светишь. У человека есть свободное право выбора. Если он решит этот свет... Что, Вера? Ну, ладно. Хорошо. Просто все это показывает, как она пришла, из нее шли чистые энергии, и все прятались, все куда-то находили места, куда выйти из этого пространства. И потом потихоньку все вернулись, потому что она ничего не делала и ничего не поняла. Хорошо. Вот это он и показал. Я признателен за этот ответ. Скажи мне, есть ли затемнение в биополе, Константина? У него раздражение есть. Если оно тебя интересует, я могу тебе его в процессе работы отдать. Он показывает, что у него физическое тело больше раздражено и больше, вообще больше действует, чем верхние чакры. То есть физически он больше... Из нижних чакр раздражение идет на верхние. То есть он подчинен как более физическому, чем верхнему мысленно-духовному. Хорошо. Я думаю, Бес здесь ответил на все вопросы, которые здесь нужно знать. Идем дальше. А ты не заметил какие-то его защиты, не заметил какие-то выдавливания энергии, негатива из себя? Делал он похожие вещи, о которых я говорю? Нет, он заметил. Также он Меркаба тоже заметил. Но потому он говорит, что он катнул, попробовать не бросить, а катнул. И вот эти энергии с нижней чакры, с красной, они более усилены, чем верхняя. Он как такая пирамида. Поэтому он катнул снизу. То есть там уже или сильная. Или сильная. Ну не знаю, во всяком случае гармонии нету в тонких телах, иначе бы там все защищало. Говорят, что сильная на физическом плане, но слабая на тонком. Хорошо. Я понимаю, о чем ты говоришь. Даю команду тонкой копии Константина спроецировать энергетические и сферические каналы к биосу и его артефактам. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Константину. Энергия страха, неуверенности, болезни. Все, что он мог получить, возвращается назад. Усилий потоки в 50 раз. А сколько ты находился в его биополе? Здесь две цифры прыгают. 10-12. Хорошо. 10-12 дней. Хорошо. Жалко, конечно, что девушка не использовала свой шанс. Я говорю, выкинутое время. Рано ей, рано. Он почему-то показывает на физику всегда и говорит, что сильный человек, как он сказал про красную чакру, что физически сильный. Вот он говорит сильный человек и показывает, что сильные люди поднимают большой вес или у них накаченные тела. Он как смеется над этим, то есть он все это с иронией показывает и показывает, что духовно сильный человек, там совсем другие энергии, которые разорвут его, вот этот шар, который он подкинул, красный. Катнул, как он говорит. Он показывает, как два, две разницы. Вот это и есть физическая сторона и духовная. Он видит обе. Вот у девушки он тоже физическую видит. Поэтому он говорит, что рано и рано. Она на физическом плане существует полностью. Зеркало. Понятно. Все материальное. Ее, как она выглядит, в общем, это главное, что ее интересует. Хорошо, без. В таком случае у тебя всегда будет легкая игра с такими душами. Это добровольный выбор души каждой, как ей развиваться. Показывает на этот клубок и говорит, что он работает. Абсолютно верно, конечно. Кривер закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Константин забирает чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что они взяли, до последней капли возвращает Константин себя обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Готово. Кто-нибудь осталось еще на твоей чистоте Бес, кроме того, что я вытащил? Нет, не осталось. Даю команду на рассинхронизацию Константина с Бесом и его артефактами. Пошла рассинхронизация. Готово. Включаем внутренний белосвет Константину. Этим светом выдавливает ИСЯ. Остаточная энергия. Все негативные патогены низкообрационные выходят, формируются в шар перед ним. Да, есть. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть каналы. На счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Даю команду биополю. Константина подсвечивается энергия раздражения красным цветом. А здесь, знаешь, показано, у него нервозность идет, как импульс какой-то. Хорошо, откуда идет этот импульс, подсвечивается это место? Он не откуда идет, а он идет на определенные... Триггеры? Да, как реакции или эмоции других людей. Он срабатывает на это, и у него верхние три чакра, они как молния пробиваются. Импульс такой проходит, и он начинает нервничать, нервничать на физическом плане. То есть у него вот как руки начинают двигаться, ладони и ноги, и он как нервный становится. У него тело передергивается от этих триггеров, но он постоянно к ним лезет, как к каким-то бывшим привычкам. Мне это напоминает грабли, на которые постоянно можно наступать и постоянно получать свой опыт. Он как будто их разгадать не может. И вот туда влечет к этим триггерам. Одним и тем же. Вот и ответ. Давай тогда включим внутренний белый свет Константину. Константин, выдавливайте из себя сейчас все свое раздражение, все свои триггеры на счет 3-1-2-3. Все ваши негативные привычки, все раздражение, все низкое аббрационное выходит, выдавливается и формируется перед вами в шар. Пошел процесс. Он называет это импульсным, и он говорит, что если вот эта импульсность с меня уйдет, то кем я стану? Если ваша импульсивность уйдет, у вас не будет беса. Вы будете нормальным человеком, который тикает нормально, а не на ускоренном темпе, расходуя всю свою энергию на негативные и деструктивные ситуации. Это наш ответ. Вы не теряете часть своей личности, вы избавляетесь от негатива, который мешает развиваться вашей личности. Человек с негативом и этими триггерами, он никогда не может нормально, адекватно реагировать в определенных ситуациях, потому что включаются программы. Мы сейчас пытаемся вас освободить от этих программ. Скорее всего, вам нужно познакомиться с гипнотерапевтом для того, чтобы найти их причины и удалить их. Если вас это заинтересует, обратитесь к нам, мы вам подскажем. Он боится перейти к какой-то грани, он думает, что если потеряет эту импульсивность, он потеряет какое-то мужество и будет спокойным, разумным человеком. А он хочет какая-то вот эта раж у него. Хорошо, я понимаю, что он хочет сказать. Хорошо, Константин, это ваш выбор. Вы можете выбрать между тем, кем вы хотите быть и тем, кто вы есть на самом деле. Это ваш выбор. Хотите, оставайтесь с собой. Будем вытаскивать регулярно из вас низковибрационных сущностей. Бес говорит, кураж, кураж. Кураж. Хорошо, бес, твой шар, твоя энергия забираешь? Да, он ее забирает. Отправляю бесу. Заслужил. Дал много информации. Готов уходить? Ну да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса, и он уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Под шаром и лентами открывая воронку в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Такая ситуация. Готово. Хорошо. Давай заправим Константина энергией, посмотри, сколько ему нужно энергии, какая чистота вибрации. Подожди, он просит на магию его проверить. Хорошо. Переходим на чистоту магии, магическое воздействие. Если таковое есть или было, проявляется. Оно здесь есть, силуэт женщины, она шепчет, она что-то шепчет. Это не та, с которой мы встречались первая? Шептуня это? Она не делает магии, но она шепчет, она как... Это и есть магия, Вера. Типа во вселенную дает какой-то посыл. Вот так. Это первая женщина его? То есть, с которой мы имели уже дело? Я не знаю, какая это женщина. Хорошо, этот фантом выходит, идет в клетку-тюрьму. Быстрая, прямой канал. Вот этого фантома и притягивает тонкую копию в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме. Да, есть. Хорошо, женщина, мы с тобой встречались, ты была в этой комнате уже. Она кокетничает. Ты не понимаешь, что ты переходишь грани дозволенного, применяя свои техники магии, которые на самом деле не работают? А что я делаю? Я лишь пытаюсь его держать. Она показывает, что она как раз создает эти триггеры. Я уже запутался в этих женщинах. Ты мне скажи, Вера, о какой женщине мы сейчас говорим? О второй, с которой он сейчас... Откуда я знаю, какой? У нас фантом стоит в клетке. Она говорит, что ее зовут Лена. Какая она по счету, откуда я могу знать? Она просто показывает, что она создает эти триггеры. И ей это как дает энергию какую-то, она живет, питается этой энергией, как вампир. Так она и есть вампир. Она создает триггеры, а он на них реагирует. Хорошо, ты и есть вампир. Хорошо, тогда сделаем следующее. Выстраивается прямой канал от Константина. Один, два, три. И все ее магическое воздействие, каждое ее слово, каждое ее действие в течение одной минуты мощным потоком возвращается ей назад. Один, два, три. Пошел мощный поток. Константин отправляет назад все ее шепотки, все пожелания негативные. Всю ее подпитку до ста процентов. Оно входит в нее, начинает действовать в обратную сторону, против нее. Все, что она пожелала, получает сама. Да будет так, а так и есть. Ну, от него какие-то липучки отрываются, как жвачка или клей, что-то такие, пятна, и возвращаются к ней. Усилием потоки до ста процентов все назад. И когда у него нет вот этих липучек, и когда он не реагирует на триггеры, он совсем по-другому видит людей, которые его триггерят. А он не может выше подняться. Он нет, Вера, он не хочет выше подняться, потому что он боится потерять часть своей индивидуальности. Это его проблема. Он не хочет расстаться с негативом. Ему это дает какие-то обороты. И он считает это драйвом его в жизни. Это его личный выбор. Мы говорили уже много раз об этом, Константин. Это ваш личный выбор. Я ничего не могу сделать. Я могу только вернуть назад, что вам послали. Я вернулась, все, и прилипла к ней. Отлично. Хорошо. Сейчас мне уже надоела магия с тобой встречаться. Достаю свое магическое кольцо, открываю его и дую на нее. Стираю магическую память с этого момента. Один, два, три. Не имеешь доступа к знаниям, не умеешь это делать. Все забыла. Да будет так, а так и есть. Но у нее раздражение в теле от этого порошка и неприятное чувство. Пусть будет лучше неприятное чувство, чем ее магическое воздействие. Вот в этом состоянии ты его снять не можешь. Я тебя отправляю назад. Ты забываешь, Константина, и больше никогда не используешь магию. Только начинаешь магию использовать. Все это действие усиливается в 10 раз. Да будет так, а так и есть. Все понятно. Локсивость у нее начинает появляться. Открывается прямой портал в ее биополе. Один, два, три. И отправляем ее назад по каналу в ее биоробот. Она синхронизируется, гармонизируется со своими тонкими телами. Мы ничего плохого не сделали. Мы вернули просто человеку то, что он сделал. Больше ничего. Хорошо, Константин. Это не решает проблему ни в коем случае. В этой конкретной ситуации. У нас остались еще... Да, у нас его куратор в коем случае. Мы приветствуем куратора Рони в нашей комнате диагностики. Я хотел его по-любому сегодня пригласить, потому что здесь накопились вопросы, которые я не могу, даже не имею права отвечать. Они направлены, скорее всего, к вам. Приветствую всех в этой комнате. Приветствую. Во-первых, я хочу поблагодарить за то, что вы дали мне шанс ответить на вопросы. И это самое нужное время, так как определенный путь души уже пройден. И есть определенные трансформации и изменения. Чтобы дальше душа получала свой правильный опыт, я бы ответил на пару вопросов и подкорректировал путь, если это возможно на этой встрече. Куратор Рони, вам открыты все двери, пожалуйста. Как вы считаете нужными, отвечайте на этот вопрос. Как вы хотите сейчас? Вы хотите от себя что-то сейчас сказать или чтобы я зачитал вам его вопросы? У меня есть ответы, но я думаю, мои ответы будут совпадать с вопросами. Поэтому, пожалуйста, зачитайте, чтобы я понимал правильно. И если будет расхождение, я добавлю от себя то, что хотел сказать. Благодарю вас. Там несколько вопросов, поэтому я буду по пунктам идти дальше. Первый вопрос. Каждый вечер я делаю сброс, каждое утро днем заправляюсь энергиями. Хочется узнать, я все правильно делаю или что-то пропускаю? Первый вопрос. Да, я бы хотела дополнить, что гармонизация очень важна. Визуализируй твою гармонизацию и представляй, как распределились эти энергии. Энергии не должны распределяться сверху вниз. Я имею в виду в перамидальном состоянии, как это было сейчас. Эти энергии должны быть в гармонии, либо как яйцо, или как шар, или другим каким-то путем, закрученным или расширенным, но гармоничным. Верхние чакры должны быть настолько же наполнены, насколько и нижние. В этом и суть гармонизации и подъема вибраций в разных чакрах разное количество. Второй пункт я бы хотела напомнить о родных энергиях урана и о том, как их распределять и как ты работаешь с ними или не работаешь. Я оставлю этот пункт для тебя, чтобы ты смог дальше использовать свои родные энергии, наполняя их и проводя через каждый центр, через каждую чакру, энергетический центр. Благодарю вас. Я перехожу ко второму вопросу. Как правильно отпускать ситуацию? Это для меня тоже важно, любую, особенно ненужную. Мозг иногда перекрывает все. Как научиться разрывать энергетические привязки к человеку, например, к девушке? Благодарю заранее. Ну, здесь два совсем разных вопроса. Я отвечу на первую часть. Повтори, пожалуйста, ее. Первая часть. Каждый вечер я делаю сброс. Каждое утро днем заправляюсь энергиями. Хочется узнать, я все правильно делаю или что-то пропускаю. Я ответила на это. Верно. Вторая часть этого вопроса. Как правильно отпускать ситуацию? Это для меня тоже важно. Любую, особенно ненужную. Мозг иногда перекрывает. Остановись. Как правильно отпускать ситуацию? Правильно не допускать ситуацию до себя. Именно поэтому твоя энергия, которую ты закачиваешь, должна быть гармонизирована и находиться в гармонии. Таким путем ты не допустишь до себя или же чужие энергии не пробьют твою сгармонизированную, чистую, наполненную энергию. Если же такое происходит или это привычка, которая осталась, ты должен понимать, что это не твое. Для этого я бы посоветовал дыхание. Дыши и считай. Дыши и считай. Успокаивай свои внутренние эмоции и гармонизируй стержень. Представляй, как он проходит от сердечной чакры и выше. Он спокоен и в гармонии. Наполняй себя воздухом для этого медленно и выпускай медленно. Считай во время наполнения вдоха и выдоха. Это успокоит тебя, и ты не допустишь чужую энергию до своей энергетической оболочки. Это не зайдет в тебя, а значит, ты не примешь такой импульс. Научаясь это делать, ты сможешь посмотреть на такого человека совсем с другой стороны. Этим твоя осознанность вырастет, и ты поймешь, что такие низкие вибрации тебя уже не трогают. Это мой ответ на этот вопрос. Я благодарю вас, Ронни. Третий вопрос этой ситуации, возможно, связанной с этим интерферентом, который мы вытащили из него сегодня. Я заметил, что после чистки меня и девушки, наши отношения стали на пике расставания. Дом, где я находился, не чистили, там живет девушка. Чистку она прошла. Посмотрите, пожалуйста, причину, почему из-за девушки у меня в последнее время трусит нервозность. Раньше такого не было. Она как вампир. Может, через меня вы сможете посмотреть. Я лишь хочу остановиться на том, что я уже сказал. Ситуация дается для того, чтобы работать над собой или над отношениями. Если работать не над чем, значит, нужно отпустить и продолжать работать над собой. Добавь вибрации, усиль их. Если ты чувствуешь, что не справляешься с ситуацией при закачке, усиль количество герц. И обязательно сгармонизируй. Почувствуй или визуализируй свои энергии. Знай, что они сильны. И постарайся работать в таком плане на духовном уровне, а не только сброс и закачка. Понимай, что ты делаешь. Чувствуй. Со временем ты начнешь понимать, какая плотная энергия окружает тебя. И ты перестанешь спускаться на низкие вибрации тех, кто раздражает тебя. Это привычки, от которых нужно оттолкнуться и идти дальше. Благодарю. Куратор, Роня, мы сегодня встретились в такой ситуации, когда нам интерферент рассказывал о причинах этого всего. И Константин сам рассказывал, что он боится потерять часть своей индивидуальности, если он перестанет реагировать на какие-то ситуации спокойно. Я пытался ему объяснить, что это неправильная точка зрения, что нормальное состояние — это спокойное, уравномешенное состояние. А вот это, зачем он бежит сейчас, в принципе, его тянет назад. Пожалуйста, добавьте от себя пару слов по этой ситуации. Это я имел в виду. Вибрации, на которых ты застрял, повышай их, и тогда ты научайся это делать. Сверху будешь смотреть. Сверху, естественно, ты не вырастешь, но твои энергии станут шире, и вибрации низкие останутся ниже. Они еще будут пытаться раздражать и посылать импульсы, но твои высокие вибрации не будут пропускать их. Это две разные чистоты. Насколько чистым и высоковибрационным ты хочешь быть, зависит от тебя. Да, нам нужно отпускать какие-то эмоции, вибрации, привычки. И то, что нас, в наших глазах, может быть, делает... Секундочку, я посмотрю лексикон. Крутым, наверное. Крутым. Это самое подходящее слово. Я это считал просто информацию. Куратор Вони, я благодарю вас за эти слова. Вы сегодня внесли очень большую ясность в эту ситуацию. Осветили ее со своей точки зрения, как куратором. Я уверен, эта информация будет полезна Константину. И он должен после получения этой информации начинать работать с ней. Это самое важное. Информация дается как шанс. Ситуация дается как шанс для развития эту ситуацию. Да, мы не останавливаемся на сбросе негатива и закачке энергии. Душа хочет расти дальше и делать другой шаг. И не надо ей в этом мешать. Благодарю вас, куратор Рони. Куратор Рони, вы знаете нашу добрую традицию. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение передать эту корзинку куратору Рони в знак благодарности за его слова, за его помощь, за его визит. Мы очень рады и выражаем это таким образом. Великолепный, необычный подарок. Благодарю вас за него. Благодарю вас, куратор Рони. Я не прощаюсь. Я говорю, до скорых встреч. Возможно, мы еще увидимся. Да, будет так. А так и есть. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо. Мы заправили Константина энергиями? Нет. Давай заправим. Посмотри, сколько энергии нужно Константину и какая частота вибраций. Уран 380, 370. 385. Да. 26. Отлично. На счет 3 макушку головы Константина начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 385% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинает поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибраций поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса биополя Константина активируй Меркабу. Активировано. Есть. Хорошо, Константин, мы закончили вашу встречу, вернее, вашу встречу, вашу проверку и короткую встречу с вашим куратором, незапланированную. Вы получили все ответы на свои вопросы. Да, благодарю. Очень информация интересная и энергии сегодня какие-то светлые, чистые. По-другому вижу их. Во благо. Будем возвращать вас. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Константина в его систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Он говорит, может быть, я сам сгущаю краски. Он имеет в виду, делает эти энергии тяжелее. Но не без вашего участия, я скажу так. Благодарю. Я обдумаю еще раз эту встречу. Отлично. Готов. Отключайся от объекта, поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok